Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы новости – клуб танцевального спорта «Лунапарк». Эфир канала РЕН продолжает новости о НАПА-регион. В студии Кристина Рабина. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Специалисты ищут методы борьбы с незаконной миграцией, применяют опыт коллег всей Кубани. Иногда новая оказывается привычным старым. Жилищный отдел переехал на прежнее место жительства и счастливил всеми новчан сертификатами на новое жилье. Вело прибежали. Участники велопробега из Таврополя побывали транзитом в Анапе. Администрация города-курорта продолжает контролировать миграционные процессы. Стройки, санатории и заброшенные бараки в центре внимания. В очередной рейд по выявлению незаконных гастарбайтеров вышли полицейские, казаки, работники миграционной службы и наша съемочная группа. Межественная комиссия работала в хуторе Воскресенском. По официальным данным, сегодня в Анапском районе зарегистрировано более 6 тысяч мигрантов, имеющих патент на работу. Незарегистрированный гастарбайтер в два раза больше. На хуторе Воскресенске на обездной дороге специалисты задержали двоих узбеков. Временную регистрацию по месту пребывания оформил только один иностранный гость. В сопровождении группы казаков иностранец зашел домой за документами. Еще один объект проверки – гостиница. Здесь тоже проживают гости из Узбекистана. Выяснилось, патенты на работу с истекшим сроком годности. Если мигранты срочно не продлят документы и не предоставят их при очередной проверке, придется им возвращаться домой. Запретом посещения России в ближайшие пять лет. Мэр Анапы Сергей Сергеев встретился с руководителями органов территориального общественного самоуправления. Рабочая встреча прошла в форме отчета. По каждому вопросу наказывают общественников и докладывали заместители мэра Анапы. На последних встречах поступило 187 обращений. Пришло время рассказать, как власть реагирует на сигналы анапчан. Работы идут в разных сферах. В городе и в сельских округах меняют высоковольтные распределительные линии, устанавливают новые трансформаторы, ремонтируют и отсыпают дороги. Подробнее о том, что уже сделано и что еще предстоит сделать, расскажет Вадим Родин. Встречи мэра Сергеева с теми, кто является проводником между властью и обществом с ТОСами, стали доброй традицией. Цели при этом у тех и других совпадают. Мэр хочет знать о проблемах горожан, о том, где недорабатывают его подчиненные. Цель же квартальных – донести до власти народные чаяния. Благодаря вашей информации, сигналам, поступающим от руководителей мураво-территориального муниципального управления, мы все, в том числе и органы исполнительной власти, различного уровня поселения, не только муниципальной власти, оперативно принимаем решение. Мой адрес поступило 187 вопросов. Вы понимаете, что все проблемы единоминутно решить невозможно. Но в то же время, благодаря вашим усилиям, я подчеркну, благодаря вашим усилиям, и ремонтируются дороги сегодня, в том числе и в сельских округах, и, вы видите, меняются линии электропередач, и есть незначительные улучшения. Мы с коммунальными обеспечениями будем продолжать, если хотите, в том же духе, работать в дальнейшем. На этой встрече заместители главы доложили, как выполняются поручения мэра, которые им были поручены сразу после посредней встречи с квартальными. Так Людмила Гузенко рассказала о скором сокращении очереди в детский сад в виноградном сельском округе. Работают и сегодня отремонтирован сельский садик. На перспективу мы сегодня рассматриваем и вариант такой, чтобы в 2014 году попасть в программу по строительству там, возможно, с двухэтажного здания на 100 детских мест. Территория детского сада большая, и я думаю, что с построения вот этого здания в 2014 году, мы тему очереди по виноградному сельскому округу сможем закрыть. Долгострой в хуторе Воскресенском, в котором местные жители уже много лет просят сделать детский сад, станет таковым уже в скором времени. В этом году готовится проект на смертная документация, а в 2014 году по программе реконструкции здесь начнется строительство нового детского сада. Наибольшее количество обращений поступило заместителю главы Алексею Харитонову, 114. Конечно, выполнить удалось не все пожелания. Многие из них требуют значительных финансовых вложений, но результаты, тем не менее, уже есть. Мы сняли вопросы водоснабжения в сельском округе, поселок Варваровка и Сусет. 9 июля мы запустили водовод, дефицит воды отсутствует. Вопросы были по энергоснабжению станицы Благовещенской, поселка Пятихатки и поселка Воскресенский. Как раз эти вопросы попали в программу Кубань-Энерго. Были временные неудобства. С позавчерашнего дня все вопросы полностью сняты, работы все закончены. После отчетов чиновников завязалась живая беседа. Поступали вопросы о стоянке машин на улицах курорта, несвоевременном вывозе мусора из станицы Анапской, необходимости навесов над автобусными остановками. По всем поступившим вопросам заместители главы отчитаются уже на следующей встрече мэра города Сергеева с ТОСовцами. Вадим Родин, Анапа-регион. К другим темам. Социальная федеральная программа развития села продолжает работать. Еще семь анапчан на эту неделю стали счастливей. В жилищном отделе вручили сертификат на строительство и приобретение жилья в сельской местности. Лариса Басова расскажет подробнее. Жилищный отдел отметил Новоселье неделю назад. На стендах у кабинетов специалисты уже размещают необходимую посетителям информацию о различных льготах и государственных программах поддержки населения. Это помещение, располагающееся на первом этаже многоквартирного девятиэтажного дома, отремонтировано. Сделан пандус для инвалидов-колясочников. В просторном коридоре очередь из будущих счастливых новоселов. Очередников на получение сертификата на выплату пособия для строительства или приобретения жилья. Хочется отметить и выразить благодарность, в первую очередь, нашему главе муниципального образования, город-город Анапа Сергею Павловичу Сергееву. Ну и всем, кто принимал участие в осуществлении этого ремонта, всем службам нашей администрации. Сейчас, ну как вы видите, уже и для граждан удобства большие, и для нас, как работников, то есть тоже отдельный кабинет у каждого практически специалиста. То есть в спокойной обстановке можно доступно объяснить, принять человека, дать ему консультацию. Но промышленно, конечно, у нас таких условий не было, и людям было тяжело, было много нареканий и жалоб. По социальной федеральной программе развития села сертификаты на строительство или приобретение жилья в сельской местности получили сегодня семь анапчан. Она по одним из первых муниципальных образований в нашей стране начала участвовать в данной программе. И с 2009 года уже 22 семьи получили выплаты в размере миллион и более рублей на приобретение жилья. Это очень хорошо, что молодые семьи поддерживают, то есть мы можем прийти, нам расскажут, помогут. Это очень-очень хорошо. Это вообще было для нас сюрпризом, можно сказать. Я когда узнала, что есть такая программа, я устроилась на работу почтальону социально. У меня ребенку было 4 месяца, когда я пошла работать, младшая дочка, это у меня старшая. Здесь работают чуткие, внимательные специалисты. Мы благодарим Людмилу Алексеевну Красовскую. Она нас терпеливо выслушивала, подсказывала, направляла. Если мы задавали вопросы и доедали со звонками, в общем-то спасибо. Право на выплату по этой программе имеют те, у кого нет своего жилья, но есть собственные средства на его приобретение в размере 30%. 70% выдает государство. И 5 лет получатель сертификата обязуется работать и жить в сельской местности. Ограничений по возрасту для участников этой программы нет. Программа развития села пользуется успехом. На уровне правительства страны решается вопрос продлить ее до 2020 года. И следующие 7 претендентов на выплату в 2014 году уже определены. Новых счастливчиков ждут для консультаций в жилищном отделе по адресу. Улица Крымская, 185. Лариса Басова, Андрей Страдубцев, Анапа-регион. Обновление в самом помещении жилищного отдела. Жилищный отдел Анапы получил новую прописку, а точнее вернулся на прежнее место на улицу Крымскую, 185, в район 5-й школы. Помещение на улице Крымской требовало ремонт. Жилищный отдел перевели на улицу Промышленную 9, здание МФЦ, в комнату площадью 30 квадратных метров. Срок хранения многих документов 75 лет. Места для архива в одной комнате было мало. В январе по распоряжению мэра Анапы Сергея Сергеева отремонтировали помещение жилищного отдела на улице Крымской. И сегодня там двойной праздник. Практически два новоселья у самого жилищного отдела и у тех, кто приходит к специалистам за помощью. Новости спорта в продолжении выпуска. Два спортсмена-любителя из Железноводска совершили велопробег, проехав 210 километров от Кавказских минеральных вод до Анапы. Участники велопробега – энтузиасты из санаторно-курортного комплекса «Машук Акватерм». При поддержке Министерства курортов и туризма Ставропольского края преодолевают расстояние и пропагандируют отдых на отечественных курортах. Мы два друга, мы за здоровый образ жизни. Идея пробега, она как бы появилась давно. И так совпало, что в этом году нашему краю, родному, нашей родине 210 лет. И поэтому мы и решили проехать именно 210 километров. Игорь Манджас и Антон Березуцкий благополучно добрались до Анапы, где их встречала группа поддержки. Участники велопробега «Кисловодск-Анапа» проводят акцию «210 километров здоровья», посвященную юбилею Кавказских минеральных вод. «Так катались туда-сюда, не больше 10 километров, а потом решили, собрались, и почему бы и нет, решили себя проверить. Вот так вот получилось». На церемонии, посвященной окончанию акции велосипедистов и группы поддержки из санаторно-курортного комплекса «Машук-Акватерм» города Железноводска, поздравил заместитель мэра Анапы Сергей Козлов. «Ваш велопробег является символом здоровья, потому что 210 километров – это не просто так проехать в такую жару, и надо быть героем, и я думаю, что вы преодолели это расстояние, как настоящие спортсмены». Также Сергей Козлов отметил, что такие акции необходимы, ведь они направлены на популяризацию курортов Кавказских минеральных вод и Краснодарского края. По доброй традиции, в завершении мероприятия было открыто шампанское, которым участники акции «210 километров здоровья» облили свои велосипеды. Светлана Авилова, Алексей Мухуртов, Анапа Регион. На сегодня это все новости. В завершении выпуска прогноз погоды на завтра. Прогноз выходит при поддержке наших партнеров. Салон магазина изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы» и торговый центр «Алиса» – всегда удачный шоппинг в центре города. У каждого из нас свои желания. Кто-то любит шоппинг. Кто-то не любит шоппинг. Кто-то любит играть. А кто-то любит себя. Торговый центр «Алиса» Исполняет ваши желания. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. В четверг 25 июля в Анапе местами пройдут дожди с грозой. Температура воздуха в дневные часы плюс 23-25, ночью до 20 градусов по Цельсию. Ветер западный 2,4 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы 24 градуса выше нуля. Далее блок полезной информации от партнеров программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» и клуба танцевального спорта «Лунапарк». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи 4 квартал 2013 года. Телефоны 48333 и 48300. Они стали легендой. Девятикратные чемпионы мира. Клуб танцевального спорта «Лунапарк». Стань одним из нас. Стань чемпионом. Субтитры создавал DimaTorzok Клуб «Симон»